Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он существует Я не могу сказать что это половина Нет конечно Но он такой весомый Значит может быть четверть и треть Ну может быть и больше Потому что сначала предпринимаются все действия Чтобы тем или иным способом Человека привести к себе То есть привлечь Какими-то там Ну это могут быть акции А могут быть просто Якобы низкие цены Иногда, но особенно люди радуются, когда им предлагают бесплатные процедуры. Но это уже другой аспект. На самом деле это происходит не только у нас в Украине. Но человек всегда ловится. То есть тот, кто ловится на эту ловку, обычно платит намного больше. Потому что ничего не бывает из ничего. Это основной принцип. А вот об этом поподробнее, Елена Витальевна. Какие существуют, в принципе, варианты обмана в этой отрасли? Можно их как-то структурировать? Или это касается финансов? Или это касается недополученных каких-то процедур? Или когда рекомендуют одно, а дают другое? Или меняется цена на выходе процедуры? Какие есть варианты, в принципе? Юль, Вы, в принципе, перечислили действительно все, что есть. С одной стороны, я считаю, самое главное, и это уже уголовное преступление, когда процедуру делают неквалифицированные люди. Люди, которые не имеют права это делать. И, к сожалению, это у нас развито достаточно сильно, повсеместно. Они за свои услуги берут существенно более низкую цену, чем в профессиональных учреждениях. При этом, в общем-то, не несут никакую ответственность. Я не слышала, чтобы кого-то привлекли к уголовной ответственности за то, чтобы, например, не будучи врачом или медсестрой, взял шприц в руки и наделал какую-то беду человеку. Соответственно, делаются обычно все эти подпольные такие вот левые процедуры, они делаются в несоответствующих условиях. Это одна главная такая, ну, главная сфера такого обмана, но при этом, скажем так, люди, которые попадаются на этот обман, прямо скажем, идут на это добровольно. Так? Так, ну, покупаясь либо на низкие цены, либо подружка посоветовала. Ну, в общем, достаточно такое, ну, безответственное отношение, ну, и к себе в том числе, и к своему здоровью. Вторая такая область – это действительно называть низкие цены, но это такая, сказать, что это мошенничество, наверное, даже не скажешь. Но, во всяком случае, в прайсе указаны какие-то цены, и на самом деле они звучат достаточно привлекательно, но когда человек приходит, они потом все суммируются совершенно невообразимым образом, так, что человек понять этого не может, и уходит он, заплатив изрядную сумму. Вот. Это распространенное, вообще-то, явление. Как с этим бороться? Ну, не знаю. Надо, наверное, просто более детально выяснять все нюансы, когда ты идешь в то или иное учреждение, обращаешься, вот, может быть, и уточняющие вопросы задавать, вот. Ну, и, допустим, третий вариант – это когда человеку пытаются навязать сверх того, что ему необходимо по его запросу. Вот, понимаете, человек пришел, ну, грубо говоря, там, к пластическому хирургу уши там поправить, а пластический хирург говорит, господи, как же вы вот без липосакции живете, ну, я утрирую, вот. Но на самом деле, и зачастую это срабатывает. Люди, если, допустим, человек с комплексами, ему не так сложно, он внушит, что у него еще есть дополнительные какие-то проблемы, вот. То есть, как это квалифицировать? Ну, тоже это, тоже вариант такого отъема, честного отъема денег по Остапу Бендеру. Есть такая распространенная штука, вот сейчас, допустим, да, с развитием современной косметологии, когда по телефону, там, по интернету ты получаешь информацию, ну, вот, в частности, допустим, возьмем, вот, наполнители. Настолько распространен, филеры они называются, настолько распространенная методика, вот. То есть, восполняют объемы утраченной с возрастом, делают губки, там, красивыми, аппетитными и так далее и тому подобное, что только не наполняют. Вот. Допустим, стоимость одного миллилитра, она отличается в разных клиниках. Там от 350, допустим, до 500, до 600 долларов, один миллилитр. Есть, допустим, клиники, куда ты придешь, и тебе одним, двумя, ну, максимум, тремя миллилитрами решат очень много проблем. А сейчас современные, например, тенденции стараются сделать как можно больше. Вот эти вот деформированные лица с вытянутыми скулами, с подбородками, с губами, которые там входят впереди человека в комнату. То есть, это все как раз результат вот такой вот политики. То есть, вроде бы, как по прайсу звучит неплохая цена, но ты выходишь, во-первых, изрядно заплатив, во-вторых, с деформированным лицом. Это тоже надо понимать. То есть, вот, равняться, вот где какие цены, все-таки тут очень большое значение имеет квалификация, вкус врача, который делает вам эту процедуру, ну, и, скажем так, ну, те рамки, в которых держит, позиционирует себя клиника. А как избежать этого, когда ты уже на процедуре, и вот в любой момент может произойти нечто необратимое? Ну, мне кажется, во-первых, надо перед процедурой уточнять, сколько препаратов пойдет, куда именно он пойдет, примерно, чтобы вам показали в зеркале, как вы будете выглядеть. Вот, потом оглянитесь вокруг себя, посмотрите на персонал, как он выглядит, это тоже очень важно. Это говорит о том, как они, ну, вот, как люди в данном учреждении видят, ну, как для них эталон красоты выглядит. Вот, ну, может быть, еще что-то существует? Я сейчас, может, не соберу, но вот это самые такие распространенные, самые такие вот частые, на которые люди ловятся. Вот, потому что, допустим, обзвонив клиники и спросив, сколько у вас стоит там, ну, ботокс назовем, да, все называют ботокс, хотя это разные препараты, и диспорт, и разные другие, вот. И в клинике называют одна зона столько-то, но это не значит, что вы, придя в клинику, заплатите столько. Вы не знаете, как вам посчитают, вот, какие предусмотрены там скидки. Обычно по телефону вы этого не узнаете. Но обычно настроившись, и придя уже в клинику, вы уже сделаете и заплатите столько, сколько вам скажут. Но второй вопрос, что это не обязательно та сумма, которую вы услышали по телефону. Или в интернете, вот, когда размещают прайсы. Вот надо тоже понимать, что размещают прайсы в интернете, на сайтах. Обычно люди с целью привлечения клиники, понимаете? И, ну, не знаю, мы, может, неправильное дело, может, правильно, но мы обычно просим прийти на консультацию. Консультации по поводу процедур у нас бесплатные у врачей, но, во всяком случае, в конце консультации пациент в письменном виде видит, сколько вот ему станет с его проблемой, какое количество того, того, того пойдет, тогда уже мы понимаем, на какой бюджет может рассчитывать. Ну, сейчас еще курс доллара – хороший повод для различных спекуляций. Вот, да. Да, да, это да. Но это уже от нас не зависит. Ну, просто кто как просчитывает, да, в свою пользу или объективно по рынку. Елена Витальевна, а касаемо вот этих всех непрозрачных схем, это все-таки чаще инициатива руководства? Или часто, ну, бывают такие моменты, когда какие-то не совсем правильные вещи делают сами косметологи для людей, которые ответственны за это направление? Ну, скажем так, все-таки погоду в доме делает руководство, безусловно. Это точно так же мы все знаем, заходя в ресторан, мы чувствуем атмосферу, которая там царит, там магазины, и мы знаем, что есть магазины, где очень внимательно относятся там или рестораны, или другие учреждения, есть, которых с холодком или пытаются раскрутить на деньги. Безусловно, погода идет, вот сама политика идет, конечно, от руководства. С точки зрения персонала, ну, на самом деле, с одной стороны, персонал должен проявлять инициативу, что-то предлагает, допустим, пациенту, я сейчас говорю о клиниках. С другой стороны, все-таки очень важно, чтобы услышать ту проблему, с которой человек пришел к вам, а не навязывать ему, ну, пусть даже и существующую, но та, которая его не волнует. Поэтому и так, и так бывает. Ну, то есть, по сути дела... Ну, все-таки я считаю, что в основном все-таки от руководства это идет. Оно генерирует правильную или не совсем правильную политику? Ну, ему кажется, что правильно. Касаемо финансовых махинаций, может ли человек еще до визита, до консультации просчитать какую-то усредненную стоимость услуги, относительную, там, по рынку среднюю, да? И что входит в ту или иную услугу, как просчитывается стоимость ее? Вы имеете в виду, как просчитывается услуга, допустим, ну, изнутри, да? Изнутри, да. Ну, на самом деле, человек до прихода, до консультации вряд ли сможет просчитать, потому что обычно вот те вопросы, которые мы слышим по телефону или те вопросы, с которыми они вот заходят в кабинет, зачастую человек не очень себе представляет, что нужно сделать для решения его проблемы. Потому что дерматология вообще такая наука, очень такая, ну, с очень большими индивидуальными такими особенностями. Поэтому желательно, конечно, чтобы специалист посмотрел, указал, объяснил человеку, почему ему нужно делать ту, а не иную процедуру, потому что иногда совершенно разные, ну, схемы нужны, протоколы. Вот, поэтому я бы сказала, что, скорее всего, нет. Не сможет он просчитать. Вот, а с точки зрения, что составляет цену процедуры, ну, есть процедуры, допустим, всегда идут затраты, это уже такая немножко экономика, я не экономист, но пришлось в любом случае как-то в это погрузиться. Вот, с одной стороны, затраты на, ну, изначально, да, вот аппаратуру, если мы покупаем, допустим, лазер, это дорогая аппаратура, она не может быть, вот, если вам предлагают, допустим, какую-то процедуру, ну, лазерную, там, ЭЛОС, и предлагают ее за очень маленькие деньги, то, скорее всего, в этом подвох. То есть, потом вам придется либо старая техника, какая-нибудь секонд-хенд, либо вас потом раскрутят на намного большую сумму, потому что эта аппаратура должна хотя бы, как минимум, окупиться. А здесь идет речь даже не о тысячах долларов, это десятки. Вот, поэтому в любом случае ее обслуживание, содержание в надлежащем виде, то есть, это надо понимать. Если ты хочешь получить качественную, нормальную, ну, услугу, помощь, то вот надо понимать, что лежит, вы же не хотите, чтобы где-то был левый куплен аппарат, и вам сделали задешево, но зато эффект был эффективен, ну, самый максимальный. Потом есть такие процедуры, вот, инъекционные, они сейчас очень распространены. Допустим, вот эта вот вся основная сфера людей, которые делают, не имея на это никаких оснований, даже не являясь, не являясь даже медсестрами, не то, что там, врачами, вот, а берутся за иголки, потому что это выгодно. Вот, это, конечно, очень большая армия надомников, так, и это, ну, вообще-то, это головная боль, то есть, это менталитет наших людей. То есть, надо понимать, что, с одной стороны, человек, допустим, прошедший обучение в институте, потом специализацию, потом очень много всяких-всяких ступенечек, чтобы достичь какого-то уровня, это затраты и временные, и финансовые. Это не может быть дешевой специалист. И, опять-таки, ничего не бывает из ничего. Если вы хотите, чтобы, ну, специалист, который с вами работает, отвечал за свои действия, еще имел хорошую квалификацию и мог бы вам подсказать, то, конечно, вы должны понимать, что это тоже ляжет в сцену неизбежно, так. Потом, когда мы делаем сертифицированные препараты, вот это касается ботулотоксина, наполнителей и ревитализации, вот эти все формы качественного, ну, продуктов, которые сейчас очень распространены, они действительно имеют очень хороший эффект. Они сами по себе изначально имеют достаточно высокую вот себестоимость для нас, для тех, кто работает с ними, да. Вот. Ну и, естественно, вот квалификация доктора и его ответственность. Потом условия, в которых делается процедура, понимаете, то есть вот стерилизация, своевременные регулярные посевы, которые проводят санстанции, то есть все, оплачиваемые услуги. Та простыночка, которую вам поменяют разовая, прокварцованное помещение, простерилизованное, это все имеет большое очень значение, и это не может быть бесплатно. Поэтому вот, я же говорю, вот это вот надо немножечко уже отходить. Мы все хотим Европу, это очень хорошо, и, честно говоря, большая надежда, что сейчас меняется менталитет людей, но в этом смысле тут тоже надо его поменять. То есть если ты идешь куда-то, неизвестно к кому, потому что дело у него подружка, а потом получаешь осложнение, вряд ли ты что-то сможешь потом кому-то доказать, понимаете. Я уже не говорю о каких-то необратимых вещах, если человек не понимает, что он делает. То есть вот это вот и цена процедуры. Квалификация, уровень и качественные продукты, и место, куда ты всегда можешь обратиться. Вот благодарю вас за беседу, Елена Витальевна. А зрителям я напомню, что вы смотрели проект Акцент в эфире первого делового. И с главным врачом медицинской косметологии Анкор Еленой Моисеевой мы говорили о том, как не переплачивать за косметологические услуги и получать от них максимальный положительный эффект. До новых встреч в эфире.